В рамках своей профессиональной деятельности мне стало необходимо повышение квалификации. Более того, я получила высшее образование, маркетинг-управление. Я повышала квалификацию не только в России и в российской сфере радиоиндустрии. Это были европейские страны. Когда в конце 90-х я получала диплом экономиста в политехе, я не думала, что мне придется еще учиться, потому что это такая точная наука. После этого было большое количество различных курсов, тренингов, повышения квалификации. И этот процесс бесконечный. Сразу после окончания, в 98-м году, я поступил в аспирантуру. Ручился в аспирантуре, потом защитил кандидатскую. И потом еще где-то там уже после 2000-х годов, я не помню, уже учился в докторантуре. В политехе ее закончил, но докторскую не защитил. Конечно, формирование команды, ведение переговоров, работа с проектами, конечно, в обязательном порядке это присутствовало, в том числе и на стажировках в других странах. Нас обучали, как это делать. Это были и курсы ораторского мастерства, это были различные лидерские курсы. А когда я стала руководителем собственной компании, это курсы, которые были на повышение квалификации меня как руководителя. Это различные дизайнерские, творческие курсы, потому что мой бизнес связан с вкусным, красивым. После университета это в основном, ну, так скажем, две группы. Пока я своими профессиональными компетенциями считал разработку софта, да, я, наверное, совершенствовался больше именно в этом. А примерно с тех пор, как я начал заниматься бизнесом, я начал приобретать какие-то бизнес-компетенции. Для меня, как для руководителя, остановка – это просто даже не стагнация, это деградация. У меня в коллективе 70 человек. Это все молодые сотрудники. Это очень круто, на самом деле, работать с молодежью. Если нам приходится действительно к чему-то учиться, открывать YouTube, повышать квалификацию с помощью различных тренингов и курсов, у молодежи это происходит само собой, они растут уже в этой среде, поэтому я вообще не имею права становиться в развитии, и мне приходится постоянно учиться, в том числе и от своих сотрудников, и это очень круто. Как только мы останавливаемся в нашем развитии, в нашем обучении, тебе кажется, что все, все знаешь, можно нажать на стоп и остановиться. И вот ровно с этой минуты ты начинаешь идти назад. То есть ты попадаешь в такое болото, которое… Выйти из этого болота можно только путем дальнейшего прокачивания своих навыков. А еще это очень интересно. Человеку нужен человек, я предпочитаю все-таки учиться у специалистов, потому что ты понимаешь, что вот это такой концентрат различных знаний, которые ты больше нигде не получишь. Сейчас нам говорят, что чуть ли не каждые пять лет можно менять специальность, если ты хочешь быть конкурентоспособен, востребован на рынке труда. Ну, даже если ты сам управляешь своей карьерой и не ищешь работу на каком-то свободном рынке, области знаний так или иначе меняются вместе с меняющимся миром. Почему я не могу останавливаться? Потому что каждый раз в бизнесе появляются какие-то новые вызовы. И вчера я занимался продажами, сегодня я занимаюсь маркетингом, завтра я буду заниматься построением каких-то новых финансовых структур в компании. И все это требует абсолютно новых знаний, которые надо практически с нуля получать. А с точки зрения как работодатель, я могу сказать, что у нас действует простой принцип «учись или уходи». Мы просто не можем себе позволить людей, которые закостенели в своих знаниях и не готовы меняться вместе с бурно меняющейся компанией.